всем привет всем здравствуйте сегодня у нас классная презентация новой новинки опять же для декорирования для дизайна это 5 новых лаковых красок для стемпинга это долгожданная новинка потому что в праге нас вышло давно на территории россии она вышла только вот сейчас более подробно точное число когда она будет доступна к покупке чуть позже напишу здесь либо менеджеров попрошу написать в общем лаки очень важно оценивать неоновые как они выглядят на черном фоне это самое главное на белом фоне прекрасно всегда вот но мы сейчас с вами посмотрим как это выглядит именно на черном фоне поехали то там не здесь есть выкраска и смотрим первый оттенок это неоновый оранжевый номер 14 вот хорошо ложится на черном видно и хорошо читается оттенок дальше номер 15 хорошо виден на черном и читается что это прям зеленый не умолы желтеньким тоже история это номер 16 также хорошо видно как ложится этот лак на черном фоне так синенький это номер 17 тоже довольно таки хорошо потому что это опять же неоновый синий вы видите и у нас остался оранжевый номер 18 очень красивая это знаете базовая палитра неончиков которыми сейчас встретить весну-лето будет очень приятно подборочкой для фотографии так вопросы кто сейчас начал задавать я сейчас чуть попозже отвечу хорошо я вернусь промотаю и отвечу вот он номер 15 смотрите как он степпинге выглядит другую видите как цвет чисто везде лежит видно номер 18 тоже можно так сфотографировать номер 14 номер 16 и номер 17 что мне хочется сегодня сделать конечно же знаете первое в голову что приходит это граффити вот неоновая поэтому первое что хочется сделать что-нибудь в этом стиле для этого как правило проще взять просто белый фон например либо какую-нибудь молочную базу да проще всего и сделать какой-нибудь вариант с несколькими оттенками и для этого пластинной использовать где есть варианты граффити сушим это мне сейчас дипсы попались я сейчас только что делала эфир для эми pro club прям что хочется поделиться здесь с вами кстати как красиво да я вдохновлялась новым показом балман офигенный показ так а мы с вами идем дальше чтобы делать стемпинг а либо вы убираете дисперсионную пленку и вы обезжириваете я все это не люблю делать поэтому я нанесу просто хотя мои девчонки очень часто просто пересушивают фон и опечатывают но мне не нравится потому что бывает по дисперсионной пленке лак где-нибудь рука если дернется может дать такой некрасивый рисунок в этом случае поэтому я всегда на всякий случай перекрываю все текласа перед тем как работать выбрала видите такие пластины сейчас первый вариант такой базовый базовый сделаем эти пластины они есть в ассортименте вот и не всегда в ассортименте не очень востребованы видите здесь такой вот стиль именно граффити и отдельные элементы такой панк-рок элементы вот они кстати здорово под него новую тему подходит и для этого вот идеально либо белый либо черный фон вопрос катя подскажите пожалуйста почему фольга на мультипл клей отпечатываться кусочками или нужна именно фольга от эми ну я не пробовала другую фольгу понятно что я работаю с эми там фольга есть очень очень тонкого такого напыления и фактуры это серебро это желтое золото это благородное золото это зеленый синий и красный по моему и на мультипл дизайн от 15 секунд до 30 секунд идеально отпечатывается возможно кусочками отпечатывается у вас пересыхает возможно на оборот не досушено тоже вот этот момент посмотрите но наша фольга действительно очень тонкая особенно желтое золото благородное золото и серебро я кстати новый маникюр обратите внимание я все еще видите балуюсь с боксом декораций маквин там 13 декораций в стиле маквины видите я что пока все декорации не перепробую не успокоюсь не основа новый маникюр я не люблю стирать дисперсионную пленку цветного гель-лака потому что бывает иногда где-то может лишнее сняться через цветную дисперсию лака я не говорю что это всегда так но часто бывает ну как бы неприятно что ты покрывал покрывал аккуратно потом с дисперсией где-то что-то убрал лишнее так ну давайте сделаем вот такое сочетание мне очень нравится синий оранжевый и например первый слой сделаем на весь ноготь главное быстро работать главное быстро то отпечатали это все приходит с опытом я тоже помню поначалу со стимпингом прям психовала когда не успевала потом она постепенно переходит скорость главное быстро как раз розовый хочется добавить например все замешкала секунды потеряла но в принципе надпись отпечаталась все сделали и теперь мне хочется сделать какой-то элемент который я именно прям раскрашу сейчас для этого нам понадобится черный лак для стимпинга и у нас здесь есть прикольные разные элементы на этой пластины сейчас я подскажу кстати номера пластин саша давайте возьмем сделаем мордочка кошечки а принеси мне каталог продукция чтоб я номера пластин сказала кисточку сразу готовим под руку лак быстро очень высыхает конечно сейчас мы будем чуть-чуть подкрашивать для этого давайте вот желтенький возьмем так у нас и Так. Единственное, я не перекрыла финишем, а нужно перекрыть финишем. Снова берете просто Teclas, как раз у меня пока лак просохнет. Перекроем, сушим. Дальше мне понадобится ультрабонд, потому что к этому времени у меня, пока я раскрашиваю, понятно, что пересыхает лак и он просто так уже не переведется. Поэтому в этом месте можно пройтись чуть-чуть тоненько ультрабондом. Он, как клей, будет на себя потом цеплять вот эти раскрашенные элементы. Вот я хочу в центре вот здесь вот сделать. Ультрабонду нужно дать, чтобы он испарился на воздухе хотя бы 30 секунд одну минуту. Екатерина охвала вашим менеджером BMI Shop, особенно Екатерине, премию. Ей нашла и оформила мне товар, который нигде найти не могла. Супер, спасибо большое за обратный связь. Так, и теперь отпечатываем. Видите, благодаря тому, что я нанесла ультрабонд, поверхность стала клеевая и уже высохший лак хорошо отпечатывается. Все, вот этот вариант у нас готов. Конечно, вот такое количество лака, вы должны понимать, что это лак, это не краска гелевая. Рекомендую перекрывать прайму. Прайм очень хороший топ, пастозный, хорошо выравнивается, моделируется. Можно им прям запечатывать торцы. В общем, очень люблю за это прайм. Так, еще раз напомню, у нас сегодня новинка. Это новые лаки для стемпинга. К следующей осени мы еще сделаем коллекцию пастельных оттенков, чтобы прям вот закрыть коллекцию. Потому что на самом деле для стемпинга сильно много оттенков и не нужно лаков, но еще не хватает. Еще не хватает бежевых, нюдовых, коричневый, серый. Но это я обещаю в осени. Сейчас у нас вышли вот эти оттенки. Фотографируйте экран. Потому что сейчас у нас весна, лето и как раз можно будет делать всевозможные вот такие яркие вкусные штучки. А так как у нас сейчас с вами еще осталось время, предлагаю сделать вариант с молочным цветом как основа. Возьмем прозрачный с вами типс. Возьмем с вами красочки. Напомню, кто забыл, у нас вышли классные декоративные красочки. Две камефубики внутри намешаны. Так, узнаем какой оттенок. Так, вот этот. Да, нужно этот взять. Немножко положим в эту текулю. И перетянем молочной базой. Мне кажется, будет у него новый стемпинг. Очень хорошо смотреться на такой основе. Как раз здесь стемпинг можно сделать желтый, оранжевый, розовый. И будет красиво. Кто пропустил обзор по этим краскам декоративным, обязательно полистайте ленту с эфирами. Ну, посмотрите. Так, сделали. У меня просто есть вот такая, видите, выкраска. Я когда глянула, думаю, вот на этих вариантах будет классно стемпинг неоновый сделать. Прям супер. Причем такой можно даже несложный. Какой-то однотипный один паттерн. У нас новые пластины вышли для стемпинга. Сейчас я вам покажу их. Вот как раз цветочная пластина. Такая абстрактная бурная солянка. И вот такой вариант, где история все, что с круизом, с гавайской вечеринкой, с русалкой. Так, а пластины, которыми я, кстати, работала... Сейчас я вам подскажу, что это за пластины. Номера вот для граффити, они идеальны. Будет возможность, прям найдите где. Но я думаю, что на Ami Shop точно будет. Это прямо, видите, называется... Пластина номер два граффити. Пластина номер одиннадцать. Символы для неоновых. И, кстати, вот это классно. Текст номер семь. Вот обязательно купите эти три пластины. Кто любит вот эту тематику абстрактную в стиле граффити, и вот эти три пластины прямо вам закроют все необходимые принты. Сейчас мы чуть-чуть молочной базы добавим на кончик. Вообще на молочной базе неоновый стемпинг и вообще рисунок очень хорошо смотрится. Сейчас мы выровняем всю поверхность. Ну, можно, кстати, с промежуточным праймом взять и выравнивать. Хорошо выравнивает. И можно слегка замоделировать. Если бы, кстати, делала я под последний слой геля, можно было бы взять не базу молочную. У нас есть теперь палочка-выручалочка. Можно было бы взять молочный топ. Color Top Gel Milk. Это если под финиш. Не как я сейчас с моделированием сделала. Тоже удобно. Он без липкости. И на него можно сразу стемпинг делать. Так, и теперь давайте возьмем либо какой вот хочется оранжевый. Давайте оранжевый, да? И что-нибудь из новой пластины цветочное. Так, что возьмем? Бабочки тут вот есть прикольные с такими с листьями папоротника. Сейчас посмотрим, как будет смотреться. Возможно, конечно, все камнифубики позакрывались, но они все равно там виднеются на дальнем плане. Вот такой вот быстрый вариант дизайна. Также можно еще какой вариант сделать. Давайте прямо с этим молочным топом. На вопросы сейчас чуть попозже отвечу девчонке. Сейчас прям потерпите чуть-чуть. Так, давайте вот такой вариант сейчас сделаем. А, нет. Надо взять камуфлирующий цвет типсы. Сейчас вопросы вижу. Сейчас отвечу чуть попозже. Так, ну, как я и говорила, я любитель делать на теклостемпинг. Либо вы обезжириваете дисперсию скульптурной базы, если там была база. Просто снимаете дисперсию. Так, вот мы с вами уже два варианта делали с новыми лаками. Так, и делаем давайте вот с розовым. Первый проход. Какой вот вариант возьмем? Так, все готово. Так, все готово. Прежде чем делать отпечаток, проверьте, все ли у вас готово. Чистая ли пластина, штампер, скрапер. Есть ли под рукой скотч, чтобы почистить, если необходимы какие-то детали. Потому что какая-то одна мелочь, она может вам, может у вас, вернее, забрать время, несколько секунд и лак уже не отпечатается. Так, и берем, перекрываем молочным топом, а так как он без остаточной липкости, по нему можно спокойно сразу же делать следующий слой стемпинга. Так, сейчас я посмотрю. Второй слой отпечатыватель. Нет, давайте я еще раз прокрою, чтобы прям сильнее стал незаметен рисунок на дальнем плане. Кстати, он прекрасно ложится слой на слой, имейте ввиду, несмотря на то, что это топ без липкости. У нас таких топов вышло аж четыре штучки разных. Так, и теперь у нас здесь есть эти цветочки отдельно, можно поиграться с цветочками уже. Просто, да, для следующего слоя. По отдельности. Может быть не контрастно, но тем не менее, да. Можно еще одну штучку добавить. Может каких-нибудь бабочек, да, давайте. А, у нас же есть прекрасная пластина с насекомыми с прошлого года. Вот, мы сейчас отсюда и возьмем кого-нибудь. Как раз давайте беленьким лаком просто. Сейчас я ногти вам еще раз поближе свои покажу. Прекрасные. Да, они такие сейчас красивые, они у меня монохромные. Прям я давно хотела сделать именно АЧБ, чтобы были. Такой цветочек, ушко. Больше ничего не нужно, в принципе. Перекрываем уже глянцевым топом. Например, возьмем тот же Prime. Понятно, что я сейчас топ использовала молочный не в качестве того, что это топ, да, а как цвет. Но, тем не менее, можно и так. Все. Так, про ногти рассказываю. Саша! Напомню, у нас не так давно вышел новый бокс, посвященный... Принеси мне бокс McQueen, там где-то он собранный лежит. Посвященный модному дому Александра McQueen. И в этот раз я сделала бокс не с гель-лаками внутри, плюс декорации, а я сделала бокс плюс красивая книжечка с декорациями. Вот так выглядит этот бокс, смотрите. Здесь столько декораций, 13 видов декораций. И вот такой красивый лукбук, который можно дать клиенту, чтобы он посидел, возможно, выбирал, что ему нравится. Здесь есть примеры красивые из коллекции Александра McQueen. Варианты на тему типсы есть. Потом мастер-классы ногти сами. Здесь есть QR-код, по которому можно перейти посмотреть эти мастер-классы. В общем, очень красивая книжечка. И 13 декораций. Они просто обалденные. Здесь есть как фурнитура. Вот такие фурнитурные ленты. Вот такие в стиле именно Александра McQueen мы брали насекомые именно оттуда. Вот такие цветы у них стилизованные. Мухи, бабочки. Потом история с черепушками. Причем черепушки есть, видите, специально сделанные белые и черные без ничего. Потому что есть классная тема у Александра McQueen. Они делают паттерны, когда идет череп и вокруг вот эти цветы насекомые украшают. Это специально на белых ногтях сделать черный черепушек с украшенными насекомыми. И вариант противоположный. На черном фоне сделать беленького и украсить как вам надо. Плюс здесь самые знаменитые принты модного дома. Потом готовые композиции. Видите, уже с бабочками, с насекомыми. Вот они, видите, вот эта история уже готовая. Вот они, эти знаменитые принты. Ну и везде вот эта отбивка, ленточка, потому что она самая быстро всегда расходуется. Вот такие фурнитурные черепушки с цепями есть. Вот поищите и на моей личной странице есть много вариантов дизайна с этим боксом. Но вы поняли, что бокс в этот раз, он не имеет внутри себя гель-лаков. В этот раз в бокс вошло огромное количество декораций. Первый раз в жизни у меня получилось сделать аж 13 штук. Вот с этими декорациями дизайны стиля Александра Маквинн можно будет создавать, я так думаю, пару лет. Поэтому обязательно покупайте бокс, потому что это ограниченная партия. Вот боксы я делаю редко, вот под настроение. Но я вот очень хотела давно вот эту стилизацию. Вот я сейчас маникюр спилила, сделала вот такой монохромный. Делается, кстати, очень быстро. Все примеры для вдохновения, они все есть в книжечке. Можно загуглить Александр Маквинн дом и посмотреть какие-то идеи тоже для вдохновения в гугле. Так, отвечаю на вопросы. Сейчас я отмотаю. Так, по фольге я ответила. Смотрите, фольга у Эми реально очень тонкая. Не у всех компаний ногтевых есть такая фольга. Просто я-то одна из первых, кто на рынке еще 20 лет назад начала фольгой работать. Это то, благодаря чему я стала популярна. Почему у меня компания Эми появилась. Вообще вот это вот все. Мне кажется, это вот фольга. Это вот первая техника, идеальное литье. И у меня эта фольга, если даже не представляете, насколько она тонкая и качественная. Знаете почему? Потому что у меня у папы когда-то была мини типография. Я знаю все производители фольги абсолютно. Я знаю качество этой фольги, толщину фольги, напыление. Вот поэтому у нас продается во Эми только просто самая тонкая фольга, какая есть на рынке. Вот. Так. Марина. Так, нет. Значит, кто-то пишет, что стираю дисперсию с гель-лаком и все хорошо держится. Это, видимо, имеется в виду для стемпинга. Все правильно. Можно просто обезжирить цветной гель-лак и наносить теклс, как это делаю я. Как правильно делать френч белой гель-краской альпийский снег? У меня френч слез. Ну, во-первых, у нас есть классная кисточка скошенный квадрат 6,4. Мы учим ею рисовать французский маникюр. Считаю, что в сто раз легче и быстрее, чем рисовать обычно тонкой кисточкой. Вот. Ну, сложнее гель-лаком нарисовать французский маникюр, чем альпийским снегом. Поэтому, в принципе, сложности никаких не должно возникнуть с тем, что это альпийский снег. Многие, бывает, смешивают 50 на 50 один к одному альпийский снег с белым лотосом. Краску с гель-лаком, чтобы она хорошо стояла на гель-лаке. Потому что краска-то изначально для классики предназначена. Вот. Но гель-лаком не все любят рисовать французский маникюр. Вот. Поэтому берут, смешивают. Для плотности, для того, чтобы не текло. Поэтому попробуйте смешать альпийский снег и краску гелевую. Под пластины, перед тем, как отпечатывать пластины, я наношу топ теклос. Возможно, я оговорилась. Здравствуйте, что за липкая бумага, которая убирает излишки штампа? Ой, вы можете сейчас посмеяться. Смотрите, я очень давно это делаю. Этот двухсторонний скотч я нарезаю, и он у меня вот так вот на лампе приделан. Мне это очень удобно. Во-первых, я могу элементы отдельные вычищать этими квадратиками. Вот. Я рулонами для чистки пыли с одежды не люблю убирать излишки. Ну, не знаю, почему я привыкла. У меня двухсторонний скотч. Вот эти малыши приклеены. Это очень удобно. Так, да, всех с наступающим праздником. Так, про менеджера спасибо большое. Спасибо за поздравление, девочки. Купила слайдеры, теперь дочь такие же дизайны хочет. Ну, да, возможно, это для молодежи, да, кому, например, ну, 35+, не больше. Возможно, кто уже за 35, там, ну, это, возможно, не сильно форматный вариант дизайна принтов, да. Но там есть столько таких классных декораций, что можно сделать более женственные варианты, кстати. А к новому набору идет каталог весна-лето? Вы имеете ввиду к новому набору гель-лаков? Да. У нас уже вышел новый дайджест весна-лето. Где-то у меня тут был. Красивый, желтенький. Восхитительный, кстати, дайджест в этот раз получился. Вообще, я купила бокс. В итоге все разобрали на маникюр, а черепа не берут. Слушайте, ну, черепушки они классные, когда вы их украшаете цветами вокруг и насекомыми, понимаете. Они все равно лишь элемент, вокруг которого вы берете вот так по кругу, пускаете цветы, бабочки, насекомые, даже, например, из других слайдеров. И мне вот это сочетание очень нравится. Кристина пишет, что у вас крутая фольга и вообще весь материал. Спасибо, Кристина. Нет, фольга реально очень классная. Почему эмпаста белая дает скол на френч? Она не приспособлена для этого? Нет. Белая эмпаста – это краска гелевая без липкости. Она очень жесткая. Она будет просто скалываться. Не для покрытия. Если вам хочется из этой краски сделать для покрытия, то вам нужно что-то добавить туда прозрачное с дисперсионной пленкой. Например, финиш с липким слоем вам пасту добавить. Возможно, она тогда не будет скалываться. А так эта краска только для росписи, не для покрытия. Только 8 марта. Так, это кто-то у нас тут. Опять товарищи, обычные Дима. Все понятно. Так, всем спасибо огромное. Да, с гель-лаком Кристина тоже можно разбавлять им пасту. Всем большое огромное спасибо за эфир, что были. Новинка. Так, я вам не сказала, когда будет новинка. Юля, сейчас я вам скажу число, когда будет новинка. То ли она уже есть в наличии. Это новые краски лаковые. Слушайте, узнаете, как уже есть на сайте неоновые. Сейчас я вам скажу точно, когда на сайте. Либо уже есть. Пять офигенных цветов. Очень классный, плотный, долго колеровали. Вы себе даже не представляете. Я думала, у меня это... Я никак не могла понять, какое нужно сделать желтый, чтобы он читался на черном. Ну, я вам показала. Обязательно начало пересмотрите, как выглядит на черном и на белом фоне. Мне кажется, очень достойная плотность получилась для неонов. Потому что для них вообще сложно. Вы же знаете, и гель-лаки неоновые, они всегда средней плотности. Акриловые художественные краски, которые в художественном магазине продаются, неоновые, они тоже все средней плотности. Вот, ну, мне кажется, очень удачные у нас лаки получились по плотности. Вот, хорошечные. Так, давайте еще раз напоследок покажу, что у нас сегодня с вами за дизайны были. Мы сегодня с вами успели аж три варианта дизайна посмотреть. С него новыми цветами. Видите, можно и нежнятину делать, и можно что-то такое прям молодежное, яркое делать. Так, ну все, менеджера спросила, когда будет, и все потерялись. Все пошли. Это у меня проблема. Нет бы заранее узнать, какого числа новинка выходит. Я выхожу в эфир, а потом начинаю спрашивать. Так, вот она эта новинка. Ладно, я так думаю, что в комментариях тогда чуть попозже девочки, сами менеджеры напишут, какого числа. Поэтому сейчас буквально через пять минут вернитесь, посмотрите в комментариях, когда будет на имешоп.ру. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.